ты пишет короче меня поедешь что-то типа надо поговорить есть есть на плантацию я пишу блять ни кера мне блять пилить с ростова на плантацию блять и бать и не место выбрали переговоров я тоже такие сказали такой нихуя вы прихуели так-то я говорить надо вы подъезжаете я подъезжаю в казино короче пишу мя в казино они пишут на эту плантацию мы тут и пишу я не поеду туда они пишут мне типа не сыт тут безопасно я пишу блять не про то что безопасно далеко я вам чё блять это типа должен метнуться им надо поговорить и они же блять это есть договорились потом короче типа через час в казино подъезжаю садимся крути за стол сидим мне волк белом костюмчике который говорит будешь работать на новушкой отработать на нас я грублять смысле на вазу ли ну там помогать типа там чё я грублять ну вместе игру мы работали с иногорскими она вас играть это другое я грудь и завод я работать не буду ну да мы недолго потащали не понял короче вообще их нихера чего не хотят я только понял что он нам попросил машину типа волгу 24 типа мне сделаете типа 10 тысяч и потом мы тут же короче от комплект по заказу выезжаем в льденогорск стоит волга 24 но при мне он ее не забрал я ему пишу чтобы на и 100 приезжайте вы переопорную 15000 и по интересно он пишет интересно а как раз там буря намечалось я им пишу ну типа вы либо едьте вещи либо типа мы на себя и перебивается что блять там смысл после буря она у нас это исчезнет в итоге круто ником так и не подъехали там пацаны себя и поставил мы потом не знаю может потом приехал короче поймали тут тихо ляго рачи траву они выращивали но они видеть если они наверно не вступляют и мир не говорили что типа если едете выращивать надо отписаться это не говорили говорили в том-то и прикол я в этом сразу написал прием слышишь жека не этот нашему человеку передал сейчас поедет пасти их ты пока покупать снаряды будем минировать да понял понял занимаемся смысл минировать чё такое понял тебя слышишь андрюха понял сделаем все давай где-то минут через пять десять мы уже там начинали работать раньше будет слышишь подожди собрать надо последний механизм я уже собираюсь быстрее скуку сбегай купи и погнали помимо сбега купить надо все подсоединить диктит не ошибаюсь андрюха даже к шо там шо шо в общем все готово готовься я скоро поехали здание рядом с лапом которая нам кроме того вышка здоровая это вот как раз и есть как его телестанция вот офис возле этой вышки короче и башню там церковь рядом и памятник короче нужно быть а понял понял но слушай я приеду на на синих жигуля хорошо там тачку где-нибудь бросим и сечу это на лодке будем уходить понял 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 лодку пока сейчас подгонит подожди а ну она растет туда пускай он все ну чё ты там вытащил лодку-то из гаража главная берег не ебани и от взорвется шо такое ты не представляешь андрюх блять сука колесо парабилла что-то блять ну ты мудак ты можешь нормально ехать пиздец ща подожди развернусь приеду у меня ремонтник есть я достану у меня запаска есть так что я выплываю разве надо скинь куда конкретно надо да прям за здание на берегу блять это пока плыть пока доплыть нахуй что вот у сегодня такой тяжелый вертушку слышу я пока прячусь уже к аккуратненько ну если только сейчас услышал мужики вы чё представляете короче лодку я замаскирую как-нибудь там уже ну чё ты заканчиваешь это только половина тут блять не все так легко как ты думаешь давай делай красиво я делаю 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 ты именно делаю прямо делаю прямо делаю прямо на полную делу наверняка последний проводок ну а теперь на лодку я ебу пехота пошла ну чё вы идете нет где в этом все 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 забегаем садимся валим ничего себе тут людей походу и уж узнаю что делать ты ничего не видишь люди важны здрасте а чё тут это самое происходит то самое что за малиновый пиджак а депутат походу да больше на этого похоже знаешь как правильно сказать кто суд венера у нас там вроде это проституции нету еще она всегда была ну как баб нету проституции нету надично есть одна а бабы ну бабы есть ладно но их мало они никак не занимаются они порядочные женщины и у вас встал на этот вопрос да нет это печально печально знаешь все болезни это к врачу я не обращался никому ну короче пошли тогда что ну давай слушай знаешь что мне кажется какую-то запрещенку они походу друг другу передавали тоже такое возможно а менты это все крышует получается да мне тут блять ехать нахер проезжай куда блять там стоит там стоит ну мимо аккуратно объедь каким раком я тебя объеду есть там стоит и там стоит чё ты орешь что не нравится что я ору о еще один бурный смотри клопату подарить подари тебе на дачу оба такие блять хихихих блять блядь блять ни хуйя себе ебать ебаный свет блять ебаный свет блять 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 быстрее блять чё за хуйя куда ехать блять блять я счастлива блять чё блять что происходит блять а мы хотели бы пообщаться по поводу вообще компания грузоперевозками в основном приморском край занимаемся золотой рыбой и иногда урановые стержни привозим на атомную станцию в общем хотели бы узнать можно ли как-то договориться с сжд для упрощения логистических путей но естественно через вас урановые стержни провозиться не будет это мы понимаем что там нужны специальные да так значит еще там рыба еще это рыба и золото да да все хорошо так значит что вас интересует поподробнее давайте пойдемте в кабинет там разберемся давали так значит что по перевозкам вы планируете что хотели бы ну в первую очередь хотелось бы узнать как вместимость поездов можно ли там провозить какой-то груз но скажем так груз это вы могли бы можете перевозить как бы с собой скажем так вот а помещать именно сам поездом допустим на прицепить туда грузовой контейнер так не получится там вместимости нету вроде бы нету хорошо ну в таком случае с собой у нас тоже по крайней мере грузовых контейнеров точно нет я вам точно сказать помашу это начальником какие-нибудь обкашли отлично что еще раз где я думаю до золота не получено скорее всего либо остановку в людске либо в смотрите у нас сейчас приказ свыше так скажем туда вот поступил о том что к сожалению к сожалению туда движение ну как бы прекращено скажем так вот потому что он не спокойно вот мы конечно за но у нас был один случай и вот и машиниста буквально практически обстреляли пока когда он там проехал на это ничего не знаю там вообще жизнь какая-то была я кстати там с ним тоже ехал вот думаю это были военные как обычно но я не знаю там как такая какая-то база стоит вот и оттуда танки по начали выезжать я говорю все это уезжаем отсюда опасно но скорее всего на служащий так вот приказ свыше он имеет срок давности ли он как бы он постоянно срочный до особого распоряжения понятно смотреть скажем так а если мы сможем гарантировать безопасность для поездов можно ли вы сможете гарантировать безопасность это тогда я тоже уточню этот вопрос с начальником вот пока что пока что вот если не говорить о каких-то разрешениях наш курсирует состав до станции мозаевка на севере то есть до кпп получается военного вот туда спокойно можем доехать вот и оттуда уже дальше груз можно перенести и проехать через мост вот если там есть какой-то вариант вот но это же проблема будет не очень удобно ну да вот как раз таки в людске стоит по-моему грузовая станция довольно удобно подвозить грузовики и скрытого в людские в людские да там первый путь второй путь и третий путь который у нас тупиковый там как раз для разгрузки вот как раз таки идеально подходил а я уточню у своего начальника можно ли поговорить будет с этими с военными которые там находятся чтобы они не трогали поезда то есть если мы сможем отрести эти вопросы я думаю ваш приказ будет действительно и можно будет его аннулировать да вот было бы здорово на самом деле потому что там же местные жители в морском районе и но нам бы на самом деле бы хотелось чтобы там было движение потому что она там достаточно затруднено и там по сводкам носов нету и хоть они не трогают людей слава богу как мне передают вот но все равно там не скажем так же можно в железнодорожном остановка есть да да там везде и железнодорожный и ростов у нас хорошо ну тогда значит скорее всего лениногорск либо ростов с ростова уже либо будут стоять грузовики и мы не знаю с автобусами потом договоримся это уже будет наш геморрой так но вы понимаете да то есть это как бы как бы затрату я от троицкой ехал да конечно мы понимаем это все так но все хорошо тогда я переговорю у нас с начальником вот по этому поводу и тогда как как бы есть и новость какая-то появится но и мои у вас есть можете написать даже более детально в том числе запомнил попали когда он отпишет а здесь и другу и поговорить надо но сотрудник есть на данный момент я вот и когда мы находимся вот правильно что мы сдаем документы вот мы продлить конца этой недели то есть до 5 в пятницу я снова выхожу на работу как все остальные сотрудники можете утащить эту информацию в Москве давайте а еще предупрежу вас абсолютно все оружие помню также в доме у меня на данный момент находится около 10 аэславов экипировка получается спецназа МБРФ также у меня находится берем себе по какому поводу граждане разберем разно чем мы хотим поговорить насчет радаров то еще раз хотим поговорить насчет радаров тихо недовольные граждане понял холл посвязи фон значит мы никуда позвонили я могу вам дать прямой контакт Александр стараюсь опять малиновый пиджак или же можно никого что граждане арестанта где-то кто видел гражданин гражданина арестанта слышишь налиновый пиджак все будет хуяле а че ты куришь в общественном месте а ты еще куришь закон есть который запрещает курить в общественном месте да нет я шо че ну вот видишь что будет мне угрожать что ли что меня арестуют что ли да че ж ты ведь все такие борзые это я понять не могу а смысл а хрена ты мне так угрожаешь то блять ща будет я тебе еще не угрожал как угроза звучало я тебе еще не угрожал слушай дядя ты кто такой такой вообще а кто то ну вот кто то товарищ милиционер а вот это дядя в пиджаке угрожает дядя в штабе роман это как ты им угрожаю романа а это вот ложное донесение ты мне угрожал оно не важно мы свидетели да вон у меня тоже адвокат свидетель есть не слышал чтоб у нас прокатура была в стране а мы походу не из наших походу не вообще а импроме что внизу вас из этого района из этого города работяг пытается посадить таким бы я то сам пришел сдаваться а то есть ты еще и вообще бандит оказывается да да нет конечно а че ты уже сдаваться прошел да он мотачьи этого чековы я еще угрожал посадить или нет ну бутылку если только слышите милиционер что он говорит ну слушайте товарищ полицейский вот этот мужик угрожал не вот угрожал вот этот угрожал вот это может данным он я только к нему я не могу сначала поговорить я не знаю жалоба надпись а потом уже я хочу заявление на эту школу я жду можно понимать статью скандализм уже интересно у нас такая ситуация жаль жалко у нас отменили статью это не яд жаль из-за не трудовые доходы по вовку это уже жаль это все я не похищал что я должен понимать это короче г я мор я ничего не оглашал между прочим добропорядочные люди я ничего не оглашал ну у нас таких добропорядочных развелось в последнее время да 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 народные напиздили и убежали куда-то наехали из Москвы ну ну конечно смотря на твой призак твой золотую цепь это подбросили подбросили хуя тебе подбросили блять чтоб не так тоже не подбрасывали ну таксисты просто я подбросили я подбросил я подбросил я не знаю здравствуйте 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 вы кого-то ожидаете по по какому вопросу жалоба на сторонников о как да а по конкретней радары что вам радары вы заебали их ставить снова в кусты о как так вот по поводу радаров нам до этого говорили что радары могут ставить там только под знаками скорости скоростного ограничения вчера его не был вот он помнит с кем он вообще с кем мы общались тогда я фамилию не запомню вот 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 это вот видите 15 и все в кусты вот смотрите вы говорите не должны они стоят вот вы на чем основываетесь на какой нормативный акт опираетесь трава сам и слой третий углы в музею ставимся камеру действующего законодательно в камеру точнее в кустах чего есть листики веточки вот как камера видеть через листики и веточки которые прикрывают и обзор да вот вот мне скажите вот если вы мне скажете как это все прикрывать как оно это не перекрывать я просто знаете это вот так так и было и вам приведу давайте сделавайте подожди давайте сделаем проще следующий раз когда если граждане будут зафиксировать или нарушение идет камера либо мы как старший руководящий должен тоже фиксирует будут вестись санкции давайте вы этот еще разработайте нормативные документы правильно ставить чтобы мы понимали где вы конкретно нарушаете то есть помимо вот кустов чтобы потому что кусты это ну понятно это сразу бросается в глаза что точнее наоборот камера не бросается в глаза на непонятно как она видит через курс а вот в дальнейшем чтобы понимать то есть правильно по нормативному акту установлена камера или нет вот было бы замечательно